700 тысяч сложных операций в России проводятся в год, но этого недостаточно. Их можно делать больше. Современный уровень развития медицины позволяет. В послании Федеральному собранию президент поставил задачу выделение высокотехнологичной медицины в отдельные направления со специальным финансированием. Теперь вопрос обсуждается на окружном уровне. Также в послании прозвучала тема оптимизации сети медучреждений. Практика сложилась такая, что каждый регион, по сути дела, самостоятельно принимает решение, вырабатывает методику и потом ее реализует, исходя из своих условий. И получили ситуацию, когда целые населенные пункты остались зачастую без медицинской помощи, без доступной медицинской помощи. И сейчас, соответственно, президентам поставлена задача о том, чтобы все-таки появилась федеральная методика. Оптимизация должна проводиться, исходя из конкретных условий, но в целом принцип должен оставаться единым. Выполнение майских указов президента позволило повысить зарплату в системе здравоохранения, но возникла другая проблема. Нередко доходы врачей одной специальности в конкретной больнице существенно различаются. Нужны и новые медицинские центры, а значит и деньги на их строительство. Самарскую область приводят в пример. Регион на первом месте в стране по развитию государственно-частного партнерства. У нас реализуется сегодня примерно 9 миллиардов рублей инвестиций частных на развитие здравоохранения. Это и строительство кардиоцентра, строительство центра мать и дитя, строительство центров гемодиализа, ну и так далее. Кардиоцентр это будет на 12 тысяч операций, это один из самых крупных в стране и с самым современным оборудованием. Так называется клиника сердца. В ближайшие годы в Самаре откроются несколько современных медицинских центров, что позволит помогать не только жителям региона, но и соседних областей. Олег Зверев, События.